Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал Политека. Мы благодарим вас за ваше внимание, доверие к нашему каналу. Не забывайте также быть вместе с нами и подписаться на этот проект. И также пишите ваши вопросы, комментарии под этим видео. Нам интересно знать от вас ваше мнение и в целом становиться, конечно же, лучше для нашего зрителя. И при этом еще и также отвечать на ваши вопросы, которые вы оставляете под этим видео. И не только под этим. Сегодня нам поможет разобраться в том, что происходит вокруг нас Андрей Ермолаев. Андрей Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте! И приветствую всех ваших уважаемых зрителей! Спасибо! Я думаю, что это очень взаимно. Андрей Васильевич, я предлагаю с вами начать, ну, как мы так уже с вами вне эфира пообщались, некоторые такие сигналы, скандалы, о чем этот срез говорит нам сейчас, в тех условиях, в которых мы живем. И недавно была такая история, ее рассказал украинский военный о том, как к нему отнесся восьмилетний мальчик, ребенок, который увидел в ТРЦ, не ТЦК, ТРЦ военного. И, по словам военного, когда он зашел в супермаркет, то услышал от мальчика, который стоял, я не знаю, там, видимо, с родителями, такие слова, что военком, и там есть, на «б» начинается, на «ядь» заканчивается. Не буду его использовать, чтобы нас YouTube не заблокировал. Как говорится, коротко и ясно в отношении общества, видимо, к ТЦКшникам. Я думаю, что с 18 мая, когда вступит уже закон о мобилизации, мы таких цитат будем слышать еще больше. Но вот в продолжении этой темы военком с этим словом появилась другая история. Во Львове по дороге на работу забрали в ТЦК двух медицинских физиков первого медицинского объединения. Из-за этого работа от центра остановилась, и больные раком дети не смогли пройти облучение. Андрей Васильевич, ну, первый вопрос, что же это за выполнение плана по мобилизации за счет уже даже детского здоровья? Но вот этот срез в этих историях, когда даже маленький мальчик уже начинает с такой риторикой выступать, о чем это свидетельствует, по вашему мнению? Эти, это всегда своеобразные приборы, показывающие температуру и другие показатели жизни нашего человеческого большого коллективного организма. Если уж у детей на слуху такие эмоциональные, даже ругательные выражения, это отражает какую-то среду, среду, в которой живут взрослые, в котором это обсуждается, именно с этой интонацией, там формируются отношения. Если хотите, уже такой фольклор, переданный ребенком. То есть, такая фольклорная сторона дела. А о чем это, в свою очередь, свидетельствует? Причем мы действительно видим, что это не первый случай, потому что такое вот оскорбительно-ругательное проявление отношений. Мы часто наблюдаем очередные видео, связанные с задержанием военнообязанных и попыткой защитить. Слышим и мат, и грубость. Кстати говоря, частью этих сюжетов уже стало и неадекватное состояние некоторых представителей ТЦК. Скандал Босс-видео, где выпившие члены ТЦК защищались от какой-то девушки, которая искала своего парня. Но все это в целом о чем говорит? О том, что постепенно та часть общества, которая остается в тылу, которая переживает мобилизацию и протестуя против насильственной формы мобилизации, начинает воспринимать именно эту часть власти, ТЦКшно-силовую, уже как самостоятельную злую силу. И мы имеем дело со встречным хейтом. Кстати, потому что фольклор, анекдоты, оскорбления, вообще переход на низкий уровень общения с криком и взаимными угрозами уже говорят о том, что ситуация опростилась. Она перестала быть рациональной. Государство гражданин, а стало такой базарно-скандальной. И вообще наша жизнь, я очень люблю этот рассказ-миниатюру, всем советую его перечитать с каким-то новым таким, с попыткой нового взгляда. Это знаменитый рассказ Остапа Вышни «Ярмарок». Вот перечитайте его. Потому что в этом ярмарке отражены какие-то наши действительно глубинные коды культурные, связанные с отношением друг к другу, решением проблем, общением и вообще вот этим специфическим украинским хаосом жизни. Но возвращаясь к хейту, что означает хейт со стороны части общества к силовой части власти, вернее той части силовой власти, которая занимается мобилизацией? Во-первых, это означает, что постепенно страх сменяется таким пока еще неврастеническим протестом, тоже оскорбительным, тоже презрительным, потому что это всегда отрицательная форма такая реакции. Но за ней, за этой стороной скрывается уже формирование какой-то более проактивной позиции. Я ведь не случайно во многих эфирах, я уже, наверное, зрителям это поднадоело, вспоминаю события 2012-2013 года, предшествовавшиеся тому, что нам уже известно, как Майдан в Киеве, как майданное событие. Я назвал эту ситуацию тополиным пухом, когда вдруг начало меняться поведение людей в самых микроситуациях, возле судов, прокуратуры и так далее. Люди стали активны, даже агрессивны, они стали настойчиво защищать свои права, обвиняя тогдашнюю власть, в широком смысле, и политическую, и судебную, и правозащитную, в том, что она игнорирует их право, в том, что она их презирает. И люди стали смелее. Пикеты, митинги, тоже крики. Ну, а Врадьевка затем стала своеобразным таким же, знаете, как символом вот этого перелома в общественных настроениях. Вообще, по большому счету, мы находимся в таком же пространстве и сейчас. И, к сожалению, поводом для этого стала не война и не агрессор, а поводом для этого стало грубое и неадекватное поведение отдельных частей власти, а точнее той части военной организации, которая отвечает за мобилизацию, которая наступила на горло тому самому достоинству, чести, уважению, да вообще гражданскому самосознанию в самом широком смысле. И вот сначала проявляется как реакция в локальных ситуациях, вспышками. Их много уже. Просто кто-то считает это ИПСО, но я не думаю, что это клип, верно, когда нам показывают события то ли в западных областях Украины, то ли в Одессе, то ли в центре Украины. Затем появился язык, язык хейтовый, презрительный, даже дети вот что-то отражают. Но и это говорит о том, что мы находимся на грани каких-то более проактивных форм. Тоже пока локальных, но более проактивных. Опасная черта, потому что все это происходит действительно в условиях войны. И это часть войны, мобилизация общества. Но вот такое вот негативное отношение к позиции государства, оно опасно само по себе. Во-первых, есть соблазн подозревать, что это все происки врага. И это мы часто слышим. Что протест или возмущение против государства, что это не сами граждане, но это организовано врагом. Но с другой стороны, и такая проактивность свидетельствует о том, что в случае, если это будет разворачиваться, если подобного рода событий, стычек и информационных поводов будет больше, вот этот эффект тополиного пуха начнет проявляться. А когда он станет опасен для общества и государства? Когда появится общая повестка? Пока ее нет. Каждая ситуация локальна. Локальный конфликт с конкретным человеком в конкретной ситуации, в отдельном месте. А когда возникает общая повестка, за что мы и против чего мы, вот тут возникает тогда риск уже и, собственно, социальной самоорганизации в широком смысле. Вот о чем это свидетельствует. Получается так, что в условиях войны государство переступило черту доверия общества и черту, связанную с этим взаимодействием, потому что многое, что происходит у нас в экономике, связанное с войной, мобилизацией, это взаимодействие. Государство принимает решение, общество реагирует участием. То ли буквально идет часть общества на фронт и идет по военному долгу, то ли участвует в экономике войны, то ли обеспечивает функционирование института в условиях войны, потому что все мы в состоянии такой самомобилизации. Вот здравоохранение, образование, информационная сфера. А в случае, когда переворачивается вот эта ситуация, когда государство теряет это доверие, начинается эффект обрушения. То есть, когда каждый на своем месте начинает видеть те же украинские умывы и долики, что и многие пострадавшие. Вот это очень опасная черта. И враг тут, на мой взгляд, если и причастен к этому делу, то скорее как тот химик, который добавляет реактивы. Но ситуацию, к сожалению, создают те, кто идут на конфликт с гражданами. То есть, вот эти вот группы представителей силовых структур, там же комбинированный уже состав, которые допускают нарушения, которые допускают силу, грубость, хамство, возмутительная ситуация, которая становится широко известной. Поэтому, помните, где-то год назад мы уже начали аккуратно обсуждать вопрос, что при определенных сдвигах в государственном управлении в условиях войны, вот эта мобилизация и самомобилизация, и такая необходимая в этой ситуации консолидация, еще одно умное слово, но очень важное в данном случае, консолидация. То есть, когда мы вместе, в разных положениях, разным занимаемся, но мы вместе делаем общее дело. Это дело обороны и защиты страны. В широком смысле защита, ее сохранение, сохранение связности, как бы такой внутренней взаимоподдержки. Когда начали распадаться эти связи, они начали распадаться. Релокализация, одиночество, недоучет проблем, игнорирование проблем, все больше силы, все больше надо, все больше менторства. Менторство зазвучало и на телемарафоне, менторство зазвучало из уст людей, которые вообще никак не ассоциируются с моральными авторитетами. Они просто по должности получили право вдруг получать других. И мы тогда уже серьезно говорили о том, что это приведет к плохому. Это приведет к тому, что ситуация будет, да простят меня зрители за это, серьезное слово, революционизироваться. Потому что всякое недовольство обществом, государством или политической ситуацией, оно приводит к желанию изменить. Поэтому разумное государство, разумный государь, чувствуя, что создается от эффекта Полина Ватуха, что сам инициирует и принимает решение о смене, о коррекции политики, снижении градуса, изменении практик. В данном случае изменение подходов всей структуры, связанной с мобилизацией, это ВЦА, это военкоматы, это ТЦК, в отношении с людьми, в характере работы, вплоть до жестких требований, инструкций о стиле, типе, что нельзя, что нельзя, язык. Но без этого дальше никак. Или же ситуация будет, опять страшное слово, революционизироваться, потому что люди будут защитить свое, свою жизнь, свое достоинство, своих близких, и они уже перестанут реагировать на те общие призывы, которые звучат от государства. Я это и называю очень опасной чертой. Кстати, у этой ситуации есть и производные. Вот мы с вами до эфира обсуждали, и хейтовые записи, которые появились. Я просто хочу сразу в этом ответе и об этом вспомнить. Когда возникают оскорбляющие нас, граждане Украины, которые в своих видео демонстрируют, что им пофиг, что это, да, каждый конкретный человек может вызывать негативную эмоцию. Ну, понятно, не обсуждаю. Это, я думаю, все переживают, когда видят, как какое-то мурло, извините, неважно, какого полого возраста вдруг начинают тебя унижать, презирать и демонстрировать, как ему пофиг в ситуации войны. Но... Сергей, я прошу прощения, чтобы мы далеко не отошли, и нашим зрителям было понятно. Я расскажу эту историю, чтобы... А я продолжу, хорошо, это связано просто. Да-да-да. Вот, друзья, уважаемые зрители, мы обсуждали так вне эфира кратенько то видео, которое сейчас в социальных сетях распространяется, записала его чемпионка Украины по гребле Алсу Олейникова. Она публиковала резкие высказывания в адрес украинцев в своих инстаграм-сторис. Говорит, что я скоро полечу в Дубай, буду там пить кокос, ходить по магазинам и чувствовать себя хорошо. А вы будете продолжать сидеть в войне дальше и прятаться в своих подвалах. Вы не сможете повлиять ни на что. Вы не можете сами делать ничего и будете пустым местом. Вот такое отношение. И при этом то, что она является еще дочерью депутата Днепровского облсовета. Это все довольно такой показатель. Андрей Васильевич, это просто к слову. Да, спасибо большое, потому что для меня эти явления, и то, что вы вспомнили мальчика с его ругательством, и конфликтная ситуация, и вот такого рода, ну, уже откровенный, такой презрительный наезд, они на самом деле одного порядка, хотя казалось бы разное. Потому что это все реакции отрицательные. Кстати, большинство этих реакций пока еще на страхе. Даже, на мой взгляд, это недалекая девушка, самоупражняясь в том, что она в Дубае, а вы в войне, на самом деле прикрывает страх, потому что она убегает. Но дело в том, что... Почему сейчас? Ведь она это продемонстрировала не в первые дни недели войны, а через два года, значит, то, что она решила прикрыть свой страх уже через два года, говорит о том, что тут и какие-то новые обстоятельства. И я бы предположил, что вот такие выбросы, оскорбительные выбросы, ну, недостойные, несомненно, но они тоже увязаны в пережитое за эти два года, когда к войне что-то еще добавилось. И вот это что-то, это вот этот разрыв, это усталость от государства, которое глухо и слепо, которое организовывает оборону, но, к сожалению, часто и прикрывается обороной. Помните ту формулу, которую все любили где-то с год назад? Все после войны. Да-да-да. Да нет жизни после войны. Есть жизнь в войне, пока идет война. И нужно уметь решать даже самые острые, даже самые тонкие вопросы, даже в условиях войны. Они связаны с пониманием людей, поддержкой, чувствованием людей. Вот я в одном из эфиров уже это высказал. Извините, я если буду повторялся, я и для вас это делаю оговорку. Но я хочу это повторить. Разные были истории вот и до независимости Украины, и в эпоху его СССР, и в период уже независимости Украинской Республики, поколение у власти. Как номенклатурное до независимости, так и сейчас. Я акцентирую на этом, потому что каждое поколение носители определенных практики, опыта. Люди, пришедшие, например, со Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, естественно, для них характерно был волюнтаризм, командный стиль. Символом такого был хрущевизм, например. Не буду больше комментировать. Это понятно, это тезис, да, у поколения. Так вот, у меня не покидает ощущение, что сейчас в среде правящих, причем как среди тех, кто занимается политикой, управлением, так и частично связан с военным управлением. Тут я учитываю то, что я, например, слышу от Юры Бутусова, которого я слушаю, и отношусь с уважением к его постановкам. Может быть, не со всеми согласен, но к постановку отношусь с интересом, уважением, о том, что как бы руководят не те, кто знает предмет и чувствует его, а те, кто как геймер поколения, это знают по картинке, понимаете? То есть, ощущение, что управление происходит так, как будто речь идет о какой-то сложной, даже жестокой, но компьютерной игре. И тогда даже разговоры о том, что в условиях войны в Украине реализовывается право человека, у нас людиноцентризм, украинскую мову, это слова. А на практике мы чувствуем, что как раз-то человека в этой ситуации нет. Есть кадры, живая сила, рабочие руки, налоги, донаты, а людей нет. И вот через два года мы видим, как, знаешь, под этим прессом начинаются как брызги в разные стороны. Хейт, реакция, презрение, а иногда такая вот крайне уже откровенно оскорбительная, уезжающего, убегающего человека. К сожалению, среди них есть и такие. Я не даю оценку всему, считаю, что, если говорить о морально-нравственной стороне, это просто недостойно человеческого достоинства, так писать и так говорить о своих согражданах. Я говорю, я не даю правовой оценку. Но я просто понимаю, откуда эти брызги. К сожалению, они тоже произведены за два года. Вот таким отношением представителей государства к людям. А вы знаете, полетели брызги еще и не в сторону тех, кто уехал. Вернее, в сторону тех, кто уехал, но, скажем, с такой довольно странной подачей. Я думаю, что вы знаете такую личность Петров. Политехнолог такой. Спасибо. Я слышал о нем и видел его фотографию. Да, но поговариваю, что он такой штатный политехнолог офиса президента. Ну и вот появилось видео его. А знаете, мы говорим с вами об уехавших, а мне кажется, это уже из серии «Поехавших». Он сидя в своем Порше, если я не ошибаюсь, это был Порше Каен, исходя по внутренней обделке автомобиля. Ну, то неважно. И он призвал украинок, которые пребывают за границей, не рожать от ухилянтов, от уклонистов, потому что родине нужны защитники. Ну, я не знаю, как это комментировать. Это тоже из серии уже какого-то такого бреда. И человек на полном серьезе это говорит. И мне кажется, поскольку он как политтехнолог, может таким образом, он пытается что-то прикрыть, скажем так, какой-то другой инфоповод, поскольку там знаем такие тоже различные многоходовочки. И обычно такие информации или такие вбросы как раз и происходят, скажем так, политические приметы такие. Но это на полном серьезе человек, который относится к Офису Президента, он дает такие рекомендации нашим украинским женщинам. Кажется, это уже постучали, как там говорят, под нам. Да нет, Павел Денин, здесь другая проблема. Я читал эту цитату в списке Телям-канала, видел и не стал смотреть, но прочел текст, то, что сказал этот Паршевоз. Я вспомню другой случай. И я сейчас объединю. Да, можно долго возмущаться, сколько людей с моралью ниже Плинтуса, и я, честно говоря, не собираюсь даже... Уже за меня все сказали. Понятно. Понятно. Но, знаете, на что обращаю внимание? Когда мы говорим о институтах государственности и о правосознании, вообще достоинстве общественном, то это предполагает не только какие-то умные разговоры и моральные категории. Это предполагает еще, что у такого общества, раз у него эти качества есть, у него есть не просто механизмы реакции, а работают эти самые институты государственности, которые обеспечивают защиту прав. Ну, например, если появляется реальная угроза оскорбления или нарушение права в лице, высказывание, посягательство, то механизм сработает автоматически. Например, в начале войны я слышал от некоторых активистов такое, что, ну, на их взгляд, вокруг, значит, сепаратистов всяких много, далеко не у всех, не на всех открыты дела, но люди знают, что делать. Так вот, это был призыв к самосуду. В правовом государстве, каким, по идее, является Украина, независимо от, значит, пафоса, подобного рода заявлений, должна была сработать правовая машина. Потому что это покушение на конституционный строй. У нас часто это путают с критикой президента или парламента. Конституционный строй – это правовая основа. Ну, так и в случае с этим паршевозом, паршеводом Петров, да, его фамилия? Да. Здесь вопрос не в нашем с вами разговоре, и как мы это осудим. Должен сработать правовый механизм. Тут все признаки, связанные с его позицией шовинизма, разделения, непризнания другого. Более того, я бы рассматривал как признаки нацизма, потому что здесь пахнет генетическими всякими критериями, по которым кому-то должно, а кому-то не должно. Это как раз характерно для нацизма. И, извините, социал-расизма, который тоже связан с подобной ордосепарацией, только не по признаку расы по происхождению, а по признаку чистоты. Так что, ну, здесь тоже должен сработать правовый механизм. Это не просто моральное скобление и там какая-то глубина падения. Это определенная идеологическая позиция, которая требует оценки. Я напомню, что наше законодательство запрещает использование и пропаганду идеологии нацизма и фашизма. Вот это тот случай, когда на это... У нас часто хвалятся специалисты по дезинформации тем, что они занимаются контентом. Так вот, контент – это не слова. Но это их значение и использование в определенной смысловой конвеции. Заявленное – это социал-расизм и есть признаки нацизма. Потому что тут за кадром речь о генетической чистоте и прочем делом. Ну, а что касается моральной стороны... Не знаю, мне такие люди вызывают просто презрение и отвращение. Ну, что я могу еще сказать? Мерзость, по-моему. Я также приглашаю наших зрителей, чтобы приняли участие. Друзья, напишите ваши мысли по поводу этих высказываний. И чтобы вы понимали, друзья, мы собрались не потому, что нам интересно говорить различные высказывания, которые были за день, но кажется, что все-таки это есть обленным срезом или, скажем так, симптомами того в обществе, скажем так, в каком состоянии мы пребываем. Павел, вы так подбираете слово, а можно я вас перебью? Да, Андрей Васильевич. Мне кажется, есть то, что мы понимаем, все никак не скажем друг другу и другим. Деградация достигла потрясающей глубины падения. Потрясающе. Люди с мышлением и сознанием пяти кантропов получают эфиры, возможность вещать, возможность на этом зарабатывать. И тут уже дело не вправе. Дело в том, что обществом это, к сожалению, проглатывается. Оказывается, хамство, фатовство, политический стендапинг, чем ярче, чем, как говорят, проще и пошлее, тем лучше. Это не только тем, кто так поступает, а и тем, кто слушает. Посмотрите на просмотры некоторых шедевров живописи, которые утверждают, что они политологи и прочие. Ну, потому что хамят, потому что говорят языком чуть ли не... Ну, тут вот эта самая ярмарка вот этого Остапа Вышни. Потому что люди привыкли в условиях, когда власть давно превратилась в большой карнавальный театр, где постановка, хорошая режиссура, яркость сцен превалируют на смысл. Это хорошо в мирное время. В военное время оказалось, что за этим может стоять жестокая картина подавления и даже подчинения. Я думаю, что это то самое время варварства, которое нам, к сожалению, предстоит пройти и очень большую цену социально заплатить. Потому что еще долгое время лидеры варвар будут наверху. Они уже захватили наш рим. А что касается герок, кто победил, это вот такие герои. Вот, чем дело. И у меня нет, к сожалению, антидота. Я не знаю, как это лечить. Я сам, вы знаете, сталкивался с хейтом, и с богом, какими подозрениями. Пережил это, утерся. Вот, но нет у меня рецепта. Что можно сделать сейчас, чтобы больше не допускать этого? Чтобы к людям пришли эфиры, в разговоры, в сообщения. Те, кто уважают достоинства. Те, кто говорят грамотным языком. Те, кто не изгаляются и не играют роли. Те, кто отвечают за свои слова. Они играют в жестокие компьютерные игры. У которых большой жизненный путь и право так говорить. Когда-то мы так оценивали право человека рассуждать. Что ты сделал, чтобы так говорить? Что у тебя за спиной? А у нас, к сожалению, многие, кто сейчас вещают, у них за спиной ничего. У кого-то бизнес, у кого-то офис, у кого-то вообще-то мама, папа. Вот, чем беда. А ведь говорят они тот же набор слов, которые знает любой из нас. Он его просто знает, эти слова. Произносит как по методичке. Да, Андрей Васильевич. Мы приходим к этому периоду, что для кого-то, та сфера, в которой мы сейчас живем, какого-то этого мира. И в первой личной дикости, да. И возвращенного варварства, которое... Человечество не знает никаких других рецептов, кроме как последовательный шаг в сакон. Очень болезненный. Со своими... Джордана Бруно и прочими просветителями, которые даже готовы сжетовать собой ради. Да, через просвещение, через утверждение истины, через даже в сложных ситуациях практику уважения, моральности, честности. Потому что наш общий хороший знакомый, военный философ Стариков, часто это произносит. Он произносит это в войне, что нужно личным примером. Так вот, личный пример – это не только о фронте. Личный пример – это о жизненной позиции, о языке, об отношении к проблеме. О том, что даже когда тебе хочется трехэтажным и всех, и поярче, нужно учитывать, что нужно сохранить какую-то рамку цивилизованного общества. Взаимного уважения, не доводить все до уличной драки с пивком и трехэтажным. Вот в чем дело. А мы летим в эту пропасть с какой-то неимоверной скоростью. С какой-то неимоверной скоростью. Когда уже паршеводы в парше учат наших женщин, как жить, я прошу прощения, куда дальше лететь. Да. И я вернусь, знаете, у меня складывается впечатление, что все-таки для кого-то это войнушка, для кого-то это война. Для меня сегодня был такой очень яркий, и я так называю, контраст войны. Когда, готовясь к нашему общению с другими экспертами, я просматривал ленту новостей. И в одной из социальных сетей я натолкнулся на видео довольно известного в Украине комика, актера, ведущего и друга Владимира Зеленского. В свое время они были, скажем так, во многих рекламных кампаниях именно вместе. Я говорю о Евгении Кашевом. И Евгений, он где-то в своем, я так понимаю, автомобиле очень на позитиве. Он рассказывал о том, что у нас будет такой отпадный в субботу концерт. Вы, друзья, приходите. Я не спорю. И в свое время я признаю, я точно так же любил быть не то чтобы поклонником, но зрителем 95-го квартала. Но потом далее, пролистывая, я смотрю заявление Владимира Зеленского, которое он говорил ранее по поводу того, что в мае нас ожидает критическая точка. Или, как Кирилл Буданов сказал, в мае-июне будут наступления Российской Федерации. И знаете, вот когда у одних это происходит веселенькая суббота и концертики, а у других критическая точка. И вот, Андрей Васильевич, я вернусь к началу вашего ответа еще в первом вопросе. И у меня логично появилось к вам тогда. Вот скажите, а кто должен быть автором консолидации? Кто будет писать этот план, чтобы объединить нашу страну? Поскольку выходит так, что власть что-то напишет, обществу или народу это не понравится. Народ что-то предложит, власть это не услышит. Ну, я сначала несколько слов о квартале. Знаете, есть смех очищающий, как в освобождении, как вот такой взрыв внутренней радости по поводу чего-то светлого, комичного и одновременно очищающего тебя. А есть отпад и поржать. Вот мое глубокое убеждение. Время отпада и поржать закончилось 24 февраля. А по большому счету оно закончилось еще в 2014 году, когда уже началась война. Когда уже стало понятно, куда мы упали и с чем мы не справляемся. Поэтому поржать и отпад, но это могут себе позволить люди, которые вообще не понимают, что сейчас происходит. Если кто-то тоже так, пусть идут и в отпаде. Но это не мой выбор. Я говорю о себе. У меня свой культурный суверенитет и свой моральный выбор. А вот в отношении того, в каком положении мы и на кого ориентироваться, нет, дело не в текстах. Вы знаете, сколько хороших страниц у нас написано? Тысячи томов. Кто только в них не отметился. И про национальную идею. Вообще истории написания национальных идей 30 лет плюс. У нас 30 лет независимости, с хвостиком небольшим. А до этого еще была шприцесса, диссидентская, народовольческая и так далее. Но такого рода рамки, как общее будущее, они не пишутся на бумаге. На бумаге они отражаются. А пишутся они историей. И вот в этой истории что мы видим сейчас? О чем нам стоит задуматься? Я поставлю ряд вопросов, на которые у меня нет ответа. Представьте себе, что за нами тоже наблюдают, не только помогая фронту, давая нам деньги, поддерживая перепасы, но и наблюдая за нашим духовным состоянием и развитием наших партнеров. Которые тоже внимательно. У них тоже мощная философская база, есть социологи, есть демографы, которым крайне важно и интересно разобраться, что происходит с Украиной в условиях войны. И вот смотря на происходящем, например, после очередного раута переговоров о помощи и планах победы, выслушав нашу философию победы, которая звучит в речах, они могут задать простой вопрос. Скажите, вам вот эти 5 миллионов, которые сейчас, судя по предварительным оценкам, живут в Крыму и на Купире в Донбассе, нужны? Вот 5 миллионов людей, не считая там около 2 миллионов, которые вообще переехали в Российскую Федерацию, и не считая тех миллионов, которые уехали в Европу и другие страны. Вот 5 миллионов на территориях, за которые идет война. Люди эти нужны? И если нужны, то какие шаги в отношении этих 5 миллионов вы готовы сделать, чтобы они снова были вместе с вами? Или речь идет о том, что их судьба не важна, и речь идет только о территории? Как вы определяетесь? Потому что в наших разговорах есть все, что угодно. Все, что угодно. Военные операции, контратаки, состояние духа армии, боеприпасы, все калибры. Вы уже поизучали, тарахтят наизусть все виды вооружений. Но о том, что в Гранилии этой войны есть 5 миллионов еще живущих, Крым и Донбасс. Есть, я даже не могу сколько оценить, сколько сот тысяч людей, которые вот в этом, в этой воронке войны, то есть на территориях, где боевые действия буквально, ведь каждое село, каждый город, это какие-то тысячи людей, которые в момент этой войны сто раз переопределяются, что делать. Вообще остаться и может быть умереть, убежать в какую-то сторону, кому-то оказать поддержку. И вообще как быть? И мы не знаем, часто тех самых, вот эта социология повседневная, ситуация, в которой они сталкиваются. А миллионы тех, кто уехал, и сейчас, я даже, мне даже сложно передать их состояние, часть от них живет в Украине, а часть уехала уже в Европу, у которых все разрушено, у которых вот война уже все забрала. У них малой родины уже нет буквально, у них нет дома, у них нет места работы, у них нет родного города или поселка. У них осталась только большая родина, которая вот-вот как в песнях Шачука, ДДТ, я не хочу напевать, хотя иногда напеваю. Поэтому вам эти люди нужны? Я не знаю, как ответят те, кого я вижу иногда в эфирах со стороны власти, потому что там столько уверенности в победе, о том, что еще мобилизуем и пойдем, о том, что мы дойдем до границы. Но я ни разу не слышал о том, как быть, и что уже сейчас делать с людьми, которые, они же украинцы. Второй момент, важный момент. На территориях оккупированных сотни тысяч получили паспорта граждан Российской Федерации. Я знаю, что к большинству из них относятся негативно, там, говорят, о предателях, они там пусть свою рашу валят, часто это слышу. А знают ли критики и те, что не у всех, но у очень многих украинцев, которые по принуждению получили российские паспорта, украинский паспорт хранится в потайных местах. И что действительно, они сейчас перед выбором, нет, если, я думаю, что многие из них, мы это слышим, часто осуждают еще вот со времен событий 14-го года, кто первый стрелял и так далее, и так далее. Там много настроенных против начала войны. Но, когда мы говорим о вот этой про, пророссийскость или проукраинскость, это более сложный вопрос. История войны и всего, что связано с тем, какая была подноготная о большинства событий, что стояло за кадром, не хочу все перечислять, я думаю, зрители хорошо уже помнят всю эту историю, начиная там с 14-го года. Это что-то одно, но новое жизненное определение все-таки, да, как дальше, на каких условиях дальше, и вместе ли дальше, это вопрос будущего. Я почему об этом говорю? Потому что, на самом деле, в этой войне это решается главный вопрос. Каким будет наше общество? Какие победят в итоге ценности? Какой-то идеологии мы и они, или это будут ценности общежития человеческого? Это будут принципы гуманистические, или это будут принципы шовинистические и националистические, если мы говорим о организации и взглядах? Это будет общество, которое способно видеть каждого человека? Нас много, а нас миллионы, мы очень разные. Кстати, по взглядам политическим, я напоминаю, что политика это сфера, где десятки идеологий, и далеко, и почти все они, на самом деле, направлены на то, чтобы развивать страну. В политической сфере не так много идеологий, которые антигосударственные, потому что они связаны с конкуренцией, как развивать общество, а не как его уничтожить. Вот о чем речь. И человека ненавистических или вражеских, там, ну, словно, совсем, совсем немного. В нашем случае, так это уже и искоренено. И до тех пор, пока в обществе не будут установлены правила, по которым мы зафиксируем по факту, что общество успокоилось и начало собираться, до тех пор все разговоры об украинских доктринах, концепциях будут просто богословскими. Вот сейчас, ну, послушайте, можете проявить мои слова. Пока мы теряем. Можно много объяснять. Некоторые, даже видя, что остановить невозможно, начали заявлять, и мы видели эти цитаты. Ну, подумаешь, а может быть, когда мало украинцев, может, что-то и хорошо. Этим людям, которые сейчас на верхушке пирамиды, может, им и правда будет хорошо, потому что земли много, людей мало, долгов огромное количество, есть что спокойно отдавать, никто не скажет ни слова против, ну, конечно. Но Украина это не власть, Украина это страна людей, страна людей разных, это Украина в кризисе, она распадается и разбегается. И пока, на мой взгляд, для того, чтобы заявить о том, что мы видим общую доктрину, нужно найти практические механизмы и подходы, которые покажут, о, люди поверили, люди готовы пересмотреться взглядом, люди готовы защищаться, даже на каких-то условиях, даже еще не доверяя, когда мы сможем убедиться, что наши подходы в практической политике, социальной, этнической, языковой, религиозной, начали людей собирать, я сейчас не говорю возвращать физически, собирать, собирать, тогда мы можем уже говорить о том, что мы нащупали тот путь, на котором мы можем выстроить что? Уже какой-то вот, вот тоже можно писать. В качестве примера, сколько миллионов в Евросоюзе украинцев? Только зарегистрированы, по-моему, да, только зарегистрированных около пяти. Ну, то есть, тех, кто встал на учет. Если я не ошибаюсь, в Российской Федерации чуть больше миллионов, зарегистрированных, тех, кто убежал, физически, наверное, больше и там, и там, я подозреваю, я же не говорю о данных других стран. После, помните, концерты на площадях Европы, какие-то там инсталляции и мероприятия, где движение за поддержку и возвращение в Украину, где мощное, это же миллионы людей. К сожалению, мы видим, что украинцы очень напряжены происходящим в стране, очень напряжены. И, учитывая, что уехавших по размеру, это, ну, хорошего размера европейская держава, а ну-ка, там, наверное, не знаю, сколько миллионов, но точно не пять. Больше любой прибалтийского государства. Впрочем, так же, как население, люди, живущие на оккупированных территориях. По размеру это огромное количество людей, и я тоже там не наблюдаю пока даже попыток каких-то движений за объединение, за новое объединение, с компромиссами, там, не знаю, с претензиями, но за объединение. Я веду к тому, что отталкиваться нужно от печки и сохранение Украины, это не только успешная оборона физически на фронте. Это важно, но не только. До тех пор, пока во главу угла не будет положена идея нового объединения, так же, как когда-то сближалась, например, Германия, которая долгие века была разбита на многодействие маркграфства, королевства и прочие земли с претензиями, религиозными войнами и выяснением отношений бесконечных, чей мандат покруче. И тем не менее, возможность создания объединенной Германии, это стало историческим событием, стало национальной идеей. Если мы говорим о том, к чему нам уже стремиться, нам нужно преодолеть вот эти сопли, оскорбления, идиосинкразию, взаимонеприятие, вот этот возникший в войне внутренний шовинизм, взаимонепризнание ненависти и искать ответ по пути нового объединения, национального, социального, гуманистического. Когда мы увидим, что подходы, они все будут получаться, вы представляете, сколько травм, обид и непоняток за это время, причем кровавых непоняток. Не хочу все аргументы перечислять, для меня они очень болезненные. Но только так мы сможем говорить, вот он путь, вот оказывается по этому пути, с таким подходом к людям, с таким взаимопониманием мы начинаем возвращаться к большой Украине. И далеко не везде нужно воевать, потому что люди начинают переосмысливать и пересматривать. Но если мы не справимся с этой задачей национальной идеей объединения, не единства, которого нет, а через новые инструменты что? Консолидации. А консолидация это не мобилизация, это тоже другое. Кто об этом может говорить? А я вам скажу, кто? Ведь когда мы говорим о моральных авторитетах, это не про должность. Человек завьет свой авторитет жизнью, поступками и достижениями. когда у человека за плечами огромное, огромное многотысячное предприятие, в котором коллектив, который гордится, у которого есть даже история поколений. У нас есть, у нас были такие предприятия. Когда за деятельностью человека что-то летит, что-то едет, о чем-то пишут и даже поют, такому человеку не нужна самореклама, потому что он стал, сам стал событием для страны. Часто размышляя, такие люди уже не говорят какими-то примитивными примерами, потому что в их даже простых размышлениях уже говорит мудрость опыта, потому что они это сделали. Он это сделал в экономике, он это сделал в здравоохранении, он поднял клинику или создал уникальную операцию, благодаря которой спасены тысячи жизней. Человеку не нужно доказывать свой авторитет, потому что тысячи людей с ним связали свою судьбу или благодарны за его деяние, может быть сфера образования и школа. Вот там нужно искать тех, кого надо сейчас послушать, потому что эти люди не по учебникам и не по эфирам знают свою страну, они знают ее светлые и темные стороны. И их размышления и советы, как нам сейчас справиться бедой, важнее любого политолога, эксперта и прочее. Я уверяю вас, что многие из них будут быть очень непопулярные вещи, очень простые и очень непопулярные, потому что они сразу же будут показывать на всей этой мерзости язвы, которая господствует сейчас. Как проще мы на то, что вы заметили, это хорошо, конечно, но в информационной сфере, например, доминирует очень молодое поколение. Господи, я когда слышу от молодых журналистов, что они не помнят даже событий 90-х, потому что маленькие были, как же объяснить тогда всю эту сложность истории, решение политических, процессов в экономике, тех или иных идей, когда они рождались, на какой почве, потому что ну, как это передать, если там там была раса, а ведь эти люди получили сейчас микрофон, право говорить, спрашивать, получать, расследовать. И они являются лидерами. Мне кажется, очень не хватает старшего голоса. Я когда-то шутил, знаете, чего не хватает? Вот после «Слух народа» партии отцов с ремнем. Это да. Вот. Может быть, они бы тоже перегибали палку, но может стоит сейчас, после тех карнавала, которые мы наблюдали. Да. Друзья, вы обязательно также напишите ваше мнение в комментариях, напоминаю. И, конечно же, поддержите этот разговор вашим лайком. И будьте вместе с нами и на канале Политека мы все больше и чаще размышляем над тем, что нас ожидает в нашей жизни, в нашей стране под названием Украина. И, конечно же, в этом нам помогают наши уважаемые эксперты. И одного из таких я благодарю. Андрей Васильевич, спасибо вам большое за то, что нашли время присоединиться к нашему разговору. И вам желаю хорошего дня. До новых встречи на нашем канале. Ну, а по сути, мы ведь о чем говорили? О том, как же нам подойти наконец-то к этому украинскому миру. Да. Русский мир громить и критиковать мы научились и справедливо. А вот к украинскому миру не подобрались. Потому что он сложен, ему нужно научиться его проводить и научиться им быть украинским мир. Украинский мир.